друзья привет с вами станислав магазин гироскутер shop в данном видео мы вам покажем dualtron x каком виде он приходит завода mini motors к нам в россию распакуем поговорим с вами технических характеристик данного самоката и устроим небольшие покатушки поехали итак друзья самокат dualtron x завода mini motors приходит в таком виде как вы видите перед глазами в упаковке длина упаковки 137 сантиметров длина ширина 41 сантиметр и высота 80 сантиметров да друзья и самый главный момент ваше мнение как вы думаете может ли стоит самокат 300 тысяч рублей напишите пожалуйста комментариях спасибо а мы скрыли с вами коробку под коробку нас находится металлическая обрешетка металлической обрешетки находится наш монстр как вы видите металлическая обрешетка такая капитально хорошая мощная прочная это говорит о том что при заказе нашем магазине при отправке его в какой-либо город транспортировка этого самоката будет безопасной и надежной а нет здрасте у нас просто обзор сейчас x dualtron x а здравствуйте ну поэтому сейчас на так ну что поехали дальше да смотри что вы как у нас собирается и что комплекта сходит первое что понимаем мы сами руль есть нас идет тяжко муфта рулевой колонки мы с вами стягиваем так здесь как понимаем у нас зарядное устройство зарядное устройство mini motors на 6.5 ампер максимально 6 амперная выдача здесь у нас по характеристикому указано как вот на вторая зарядка здесь у нас находится 2 2 зарядное устройство она стандартная и как тут я понял что это идет как раз на рулевую колонку стандартная максимально 2.5 ампера mini motors ключ и не мотовский стандартный обновленный демпфер его мы тоже установим с вами так и болты болты скорее всего для установки как раз демпфера я так предполагаю но сейчас мы с вами посмотрим все вместе и будем разбираться что здесь к чему и чем его едят так и круглевую колонку мы с вами поставили закрепили здесь ручки грипсы устанавливаются они таким образом здесь у нас фиксатор стандарт стандартные как на спидвэй ах да то есть только другую сторону посмотрим здесь у нас есть ли да давайте камеру с этой стороны и посмотрим с вами если обратить и здесь то в принципе касаемо люфта здесь можно шестигранчиком вот подкручивать ну не знаю значит люфта вообще он будет или не будет но тем не менее на всякий случай как я понял мини-мутерс он страховался и сделает вот это да прям знаете как вот когда узнаете покупать телефон на apple да там iphone либо там планшет и систему да то есть ну производство apple и приятно берете в руки да то есть и приятно упаку распаковывать брать товар в руки да здесь сейчас ощущение точно такие же честно без преувеличения ну кто понимает тот поймет о чем речь идет а друзья распаковывать собираю вот честно первый раз то есть мы их все продавали да то есть это дело вот но лично я и я его не собирал честно поэтому сейчас я делаю сами честно я даже на иксе даже покатался мы в этом видосе тоже приложим покатушки эти нас клиент приехал выбирать их свой вот и я покатался на этом самокате подвеска это просто что то с чем то на слонге автолюбители выражусь да то есть например поэтому мне по мне это подвеска как если машина говорит да точно садимся там крузак 200 либо там 570 lx да lexus то есть мягкая как корабль вот здесь то же самое мое мнение вот там вот прям очень мягкая комфортная плавная единственное что вот по демпферу по демпферу мне лично не понравился потому что демпфер установлен на левую сторону да и соответственно при установке демпфера когда вы катаетесь то есть при повороте самоката вправо радиус поворота очень хороший а вот если в левую сторону поворачиваться то здесь уже радиус поворота становится на порядок меньше в связи с установленным демпфером поэтому вот такой момент но здесь нужно еще понимать что в принципе вы наверное сами знаете что демпфер сам по себе нужен в принципе для покатушек на бездорожье на бездорожье если планируете ездить там по ровной поверхности да то есть по городу скажем так да ну хотя и сумокат в принципе для города мне кажется не особо предназначен вот но тем не менее да то есть по мне лучше наверно без демпфера чтобы ощутить вот здесь вот прелесть его именно в управляемости и поворотах и так далее а если все таки за городом да то есть по бездорожью то здесь конечно демпфер он необходим чтобы не ловить воблинг прямо знаете вот устройство хочет пылинки сдувать настолько он конечно красавчик друзья скажите вот напишите свои комментарии пожалуйста вот первоначальное ваше впечатление и мнение по поводу вот этого самоката опять же вернусь к тому что я сказал немножко ранее стоит ли он 300 тысяч рублей посмотрите на этого красавца да то есть и дайте пожалуйста обратную связь будем очень признательны итак друзья мы измерили габарит самоката в собранном виде длина составляет 130 сантиметров ширина руля 63 с половиной сантиметра высота 128 сантиметров высоту мы измеряли от земли до верхней ручки ширина деки 35 сантиметров полезная длина деки 58 сантиметров мы измеряли полезную площадь деки от рулевой скажем так окончания рулевой даже не рейки да как его назовем да гуся и до окончания скажем так таких вот подножек для ног райдеров в пути да потому что принципе здесь конечно съедает амортизатор часть да то есть но тем не менее идет по бокам достаточно большая широкая дека достаточно комфортно есть поэтому измерили вот до края окончания именно деки и клиренс клиренс полезный клиренс обращу хотел обратить внимание на почему от слова полезный потому что если вы обратите внимание на подножку вот мы его складываем и как вы видите открылись если да да то есть а подножка нас едает небольшой объем клиренса и поэтому полезная площадь и полезный клиренс составляет 16,5 сантиметра собственный вес электросамокат составляет 62 килограмма по заявлению производителя самокат собраны из высокопрочного и облегченного алюминия с используем пластиковых материалов так друзья мы установили демпфер на как я вам говорил ранее радиус поворот немножко теряется при повороте да то есть мы поворачиваем с вами правую сторону угол поворота больше чем при повороте налево на камере это наглядно видно демпфер он идет стандартно с регулировкой мягкости жесткости да то здесь соответственно вы подкручиваете да как хотите был мягче либо жестче раскрутили до макс бета он стал помягче максимальная весовая нагрузка данного самоката по заявлению производителя составляет 160 килограмм размер колес составляет 13 дюймов амортизация в данном самокате идет газомасленно с пружиной с регулировкой жесткости система торможения в данном самокате два гидравлических дисковых тормоза рекуперативный тормоз и система ABS торможения с левой стороны у нас идет меню освещения меню освещения самоката здесь у нас включение и отключение света кнопка аварийного аварийного освещения тумбе поворотника влево центральное отключение и вправо вправо поворотник снизу звуковой сигнал справа стороны у нас стоит стандартный обновленный курок газа стандартные три кнопки пауэр включения соответственно рядом кнопочка маленькая это режимы скоростей три режима скорости и кнопка moto это соответственно показывает дистанцию вольтаж время поездки да то есть текущий пробег бортовой компьютер мы с вами поговорим чуть позже по центру рулевой колонки у нас находятся два дисплея два экранчика каждый экран у нас говорит показывает вольтаж заряда аккумулятора то есть именно аккумулятор который первый находится в рулевой колонке и основной который находится в нижней части деки верхняя кнопка включает питание нижняя она уже включает подсветку с левой стороны стоят точно такие же кнопки но они не подключены они просто сделали скажем так мини мотос сделай их повторные на эту сторону но не включены то есть в принципе включить возможно при желании здесь у нас выведены два разъема под юсб один на 1 ампер другой на 2.1 ампер то есть в принципе вы можете заряжать свои гаджеты в пути спокойно вот этого аккумулятора ну что друзья попробуем прокатиться включаем бортовой компьютер третья скорость ну что поехали опаньки а мы не едем а знаете все почему потому что нужно активировать его активировать с помощью отпечатка пальца когда вы включаете самокат с отпечатком пальца бортовым компьютером если у вас мигает видите в три цвета вам нужно его активировать следующим образом прислоняйтесь свой отпечаток пальца замигал зеленый раз делаем это второй раз то же самое отпечаток ставим третий третий раз четвертый и последний пятый все он у нас активировался ну что поехали и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Управляемость как? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА тормоза, управляемость. Единственное, что в демпферах, когда ешь, например, в левую сторону поворачиваешь, то есть, например, в правую сторону, ну, разница поворота отличная, да, вот, а в левую сторону, если поворачивать демпфер, он, это, ну, мешает полностью развернуть, потому что, вот, ограничение стоит, да, здесь справа нормально, с левой все, больше не дает демпфер. То есть на левую сторону поворот ограничен? Да, ограничиться, да, из-за демпфера. А переставить его возможно? Хоть нет. Ну, видимо, наверное, нет, да. Хотя, если другие стороны... Ну, хотя, наверное, надо посмотреть, может быть, там, у него как-то можно будет, да, там, переставить, либо это надо посмотреть. Есть, нет разъемов, к сожалению. Либо снять его нафиг вообще. Либо снять, да, то есть, я, в принципе, если планируешь, ну, если планируешь съездить по кочкам больших, да, то он обязательный. Большим дубрамм, там, например, вот это у вас. Какая скорость была? Я 69 разогнался. Ну, может, больше, просто, ну, там уже некого было. И так, друзья, на самом деле, касаемо отпечатка пальцев, по нашему мнению, это одна из очень удобных, полезных опций с точки зрения противоугона системы. Понятное дело, что, в принципе, любой самокат, при желании, можно поднять, погрузить в багажник, да, то есть, и поехал. Но, если мы убираем вот эти моменты, то, в принципе, без активации отпечатка пальцев, да, как мы изначально в видео сейчас снимали, немножко ранее, да, пытаются завести и поехать, а самокат не едет. То есть, опция, она очень, на самом деле, полезная. Поэтому, при активации, вы данном самокате можете активировать до 5 человек. В стоке на Duatron X он идет без сидения, но вы можете установить вот такое стильное Duatron X-овское сидение. На самом деле, дизайн его такой хай-тековский, да, стильный, как, в принципе, самокат. И так, друзья, как вы видите, в нижней части деки производитель предусмотрел систему охлаждения, контроллеров и аккумулятора. Здесь, в этом самокате идет два аккумулятора. Основной аккумулятор, который отвечает как раз именно движение самого самоката, да, то есть, скоростные параметры его, дистанцию, это находится на нижней части деки. Его емкость составляет 45 ампер часа LG. Сделан он из банок, банки 18650, прошу прощения. И второй аккумулятор на 6 ампер часа, также LG, также 18650 элементы, находится в рулевой колонке и отвечает за освещение данного самоката. Дальность хода на данном самокате, по заявлению производителя, составляет до 200 километров, но, опять же, 200 километров зависит от манеры езды, веса райдера и скоростных режимов. Данный самокат полноприводный, полный привод работает всегда. Мощность мотора составляет 6720 ватт в часа. С помощью этих моторов скорость достигается до 100 километров в час. Опять же, максимальная скорость зависит, как вы понимаете, это и от веса райдера, и от местности, по которой вы катаетесь. Так, а теперь, друзья, поговорим с вами о бортовом компьютере. Данные бортовые компьютеры стандартные, как мы видим, выглядят как на Dualtron Thunder и 1-0 в спидвеях. Мы посмотрим, что, соответственно, он у себя представляет. Итак, P0 – размер колес, P1 – вольтаж, P2 – магнитные полюса, P3 – выбор датчика скорости, 1 – внешний, 0 – внутренний, P4 – выбор километра либо мили, P5 – зеро старт с места, либо единичка, если вы поставите, старт с толчка. P6 – крусть-контроль, 1 – включение, 0 – выключение. P7 – уровень плавного старта от 0 до 5, чем выше показатель, тем плавнее старт. P8 – уровень выдаваемой скорости в процентном соотношении. Так, P9 – батарея сейф, но это, в принципе, говорит о крутящем моменте самоката. То есть, там есть три режима – первая, вторая, третья. То есть, чем выше вес, чем больше вес райдера, тем, соответственно, надо выше ставить настройку. То есть, соответственно, настройка номер 3 ставить. P8 – рекуперация, 0-5, чем выше, тем резче будет тормоз. Pb – яркость дисплея, Pc – время отключения самоката, Pd – АБС – 0 выключение, 1 включение. Также в этом самокате есть опция P-E. По заявлению, опять же, производителя, что эта опция, если мы ставим на единичку, функция отличается за блокировку колес. Но что-то мы попробовали, пока не разобрались, поэтому сейчас, ну, утверждать это не можем. Поэтому разберемся, обязательно скажу в комментариях, ответим. Зарядное устройство идет для основного аккумулятора на 45 Ач 6 А. Здесь находятся у нас с вами два разъема, то есть при желании можно купить еще одно зарядное устройство и заряжать двух зарядок. Если с одной зарядкой 6 А, 45 А, то есть у нас получается с вами ориентировочно где-то 7-8 часов полный заряд. Но учитывая того, что по последнему 20% заряда аккумулятор заряжается послабее, то, в принципе, где-то в районе 10 часов у вас займет время зарядки основного аккумулятора. Второе зарядное устройство, которое идет в комплекте на 2,5 Ач, он заряжает второй аккумулятор, который стоит у нас в рулевой колонке, который отвечает за подсветку. Учитывая то, что здесь 2,5 А, в среднем зарядка займет около 3-4 часов. И в комплектации данного самоката, как на предыдущих версиях Dualtron, как вы помните, да, Thunder, Spider, 3, 2 Raptor, да, то есть у них у всех идет пульт для изменения либо отключения системы подсветки или изменения цветового решения на подсветке, то здесь в комплекте пульта нет. Итак, друзья, спасибо вам большое за внимание. С вами был Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Для вас в этом видео мы постарались сделать подробный обзор Dualtron X с небольшими покатушками. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Дальше будет очень много интересного. И хотелось бы также еще раз у вас спросить, какое ваше мнение о данном самокате, что вы думаете? Оставляйте комментарии. Спасибо, всем удачи, всем пока. Кстати, ноги-то чистые, что удивительно. Для самокатов такое впервые в жизни вижу. Сколько проехал, ноги не грязные, хотя крылья забрызганы. Удивительно, но факт. Ну-ка, спину. А-а-а, здрасте, Настя. Да-а-а. Все, что выше поясницы. Ух ты, е-мое. До самого. Ну да, вот отсюда и летит. Немножечко грязи. Так что здесь, ребят, придется поставить брызговичок для влажной погоды. Нижняя на 2,1 ампера, а верхняя 1 амперная. Заряд идет и там, и там. А при отключении заряд уходит. То есть, это клавиша, которая отвечает за, в принципе, весь свет общий. За батарейку она отвечает. Она отвечает за полностью батарейку. Отключение питания, верхняя индикация батареи, вольтаж и подключение как раз этих USB разъемов. Вольтаж и подключение питания. Вольтаж и подключение питания. Это не Hotcast. Всемproject подключение питания. Вольтаж и подключение питания. Редактор субтитров А.Семкин Вольтаж и подключение питания. ПоYour pensED聞 в Ribe. Продолжение питания. Продолжение питания. Продолжение питания.